ЧАМУ ТЫРТИ АППЛИКАЦИЯ СТАРВИЖЕНИ УГУРЕ УСМИНЕ ЗАЙКИТХИ Президент фонда Таланты Мира Во-первых, с приездом в Грузию На родину Во-вторых, как я знаю, вы много лет Очень успешно работали в разных странах И в Европе, и в России Сейчас очень активно работаете в Соединенных Штатах Во-первых, в двух словах Как сейчас складывается Карьера и работа вашего фонда В Соединенных Штатах И цель визита в Грузию, какие планы в Грузии Еще раз огромное спасибо за приглашение И хочу коснуться личной темы немножко Я, конечно, никогда не мог подумать Что я буду у вас сегодня сидеть в студии Потому что мы с вами знаем друг друга из Америки И мне безумно приятно Находиться сегодня рядом с вами В студии Что касается моего приезда в Грузию Я приехал, потому что у нас большие планы здесь Когда-то мы с вами, я помню, создавали оперный фестиваль Батуми И делали это прекрасно И приезжали разные исполнители из разных стран А сейчас моя задача восстановить фестиваль ежегодно уже В городе, в котором я родился Потому что во всем мире гастролируют разные артисты Из Грузии Грузия, ведь Грузия очень маленькая страна По-моему, уже немножко больше трех миллионов Я не знаю, сколько так говорят сейчас И если мы возьмем другие страны Которые миллиарды или миллионы Несколько То же самое Россия 145 миллионов Или Америка 350 и так далее Конечно, эта маленькая страна дает огромное количество артистов И оперных исполнителей всему миру И они возвращаются И возвращаются в основном в Тпилисский оперный театр А вот другие оперные театры Я как-то немножко остаюсь Их всего лишь три Вы сказали, город, в котором я родился, Кутаиси В Кутаиси, да Поэтому в Кутаиси будут восстанавливаться Мы будем восстанавливать этот фестиваль И сделаем там летнюю академию При театре мы сделаем международный конкурс После этого конкурса победители поедут в Карнеги-холле Сейчас наша организация существует и в Соединенных Штатах Америки Мы открыли эту организацию спустя много лет А в 2002 году эта организация была открыта в Москве А 8 апреля уже существует и в Нью-Йорке в том числе Была создана И за два года мы сделали, конечно, колоссальную работу И самая большая победа наша Это то, что мы сделали рождественский концерт На сцене самого знаменитого концертного зала Это Карнеги-холл И за час до начала концерта Люди спрашивали лишний билет И это было очень приятно Когда был sold out То есть абсолютный аншлаг И сейчас мы возвращаемся в Карнеги-холле 22 апреля Мы делаем уже вечер памяти легендарного артиста Мирового значения памяти Дмитрия Хуростовского концерт В котором приедут из разных стран оперные артисти В том числе Потрясающая певица из Грузии Родом, которая поет по всему миру И здесь ее очень хорошо знают В Грузии и по всему миру В том числе Нина Сургуладзе И она примет участие в нашем проекте А то, что касается грузинских проектов Мы тоже привезем из разных стран артистов И таким образом мы поддержим культурную жизнь В Кутаисии, в частности, в Грузии тоже То есть можно сказать, что одна из целей вашей организации В том, чтобы талантов и выдающихся артистов из Грузии Показать миру, скажем так Да, и мы очень охотно сейчас В последнее время этим занимаемся Потому что совсем недавно прошел четвертый фестиваль в Москве На сцене Дома музыки Московское Рождество с Давидом Гвинянидзе В котором мы пригласили грузинских исполнителей В том числе из моего города Из города Кутаисии Из этого оперного театра Потрясающего дирижера Риваза Джавахайшвили И когда он стал у дирижерского пульта Был конкурс солистов Большого и Маринских театров Кто споет с ним Потому что в этом проекте принимали участие еще другие дирижеры И солистки этого театра Парида Чинчихадзе Они выступили очень достойно Представили Грузию на сцене Потрясающего московского концертного зала Дома музыки А также там принимали участие московские грузины Это солисты Большого театра В Америке, кстати, очень много грузинов поют Во-первых, живут, наверное, столько там Что в Грузии не живет столько грузинов Но и в театрах тоже Я очень часто бывал на примерах Метрополитной оперы И в филармонии рядом Все это в Линкольн-центре находится И я был на спектакле Тамара Ивери И Гогнидзе Георгий Совсем недавно мы встречались в Нью-Йорке И Мзи-Нью-Радзе То есть очень часто я вижу наших артистов На сценах, престижных сценах, конечно, Этой страны великой В котором, конечно, сейчас Оперное искусство процветает И мне очень приятно, что, мне кажется, В Карнеге впервые приедет на Сургуладзе выступать И такое благородное дело О памяти легендарного артиста Который, кстати, тоже был в Тпилиси И он приезжал, я знаю, что несколько лет назад Он очень успешно выступал в оперном театре Дмитрия Хворостовского И, кстати, я хочу отметить, что в Карнеге-Холле Мы пригласили молодую девочку Десятилетную девочку Которая получила первая премия на конкурсе В международном конкурсе имени Гершвина В Нью-Йорке И мы оплатили ее приезд в Соединенных Штатах Америки Еще должны были приехать двое Но им не дали визу Вот эта девочка приехала И очень успешно приняла участие Это Нана Горготзе Тоже из города Кутаиси И потрясающий пианист Мира Вибролицы Тоже блистали на сцене Карнеге-Холла Так что мы стараемся, конечно, поддерживать грузинских исполнителей Ну, это очень хорошее дело И, к сожалению, что немного людей в Грузии знают Что вот такое Ну, кстати, я хочу отметить, что мы их поддерживаем Не потому что они грузины Потому что они талантливые исполнители Талантливые грузины Талантливые грузины Как обычно это бывает А вот еще немножко об этом фестивале Который в Грузии вы собираетесь делать И это что, как бы какая-то дань Родному городу Я так думаю, что вряд ли По грузинским меркам Это коммерческий проект Ну, у нас с вами был Такой веселый опыт В Батуми, конечно Это не коммерческий проект Но Если раньше, когда мы уезжаем в молодости Я бы сказал Мы как-то не очень думаем О своей родине Мы занимаемся больше собой Продвижением своего творчества Когда Проходят годы Ты всегда начинаешь задумываться Как бы вернуть дань своей родине И я с большим удовольствием Буду это делать И почему я выбрал Кутаиси Потому что я уже сказал Я там родился и вырос И не заслужен на этот театр Который выживает в сложной ситуации Всегда Я наблюдал на протяжении многих лет Этот театр всегда выживал Потому что нету финансирования Нету артистов Таких Даже нету иногда два состава В театре, когда ставится Какая-то премьера Катастрофа Поэтому Этот фестиваль Приезд Выдающихся артистов Звезд мировой оперы Которые будут потом давать Мастер-классы Мы будем заниматься Летней академией Конкурсами Жюри Это все оживит ситуацию в Кутаиси И даст возможность Вырастить новым кадром для театра И этот театр станет, естественно Вы были сейчас, да, в Кутаисском театре? Я был в Кутаисском театре, да И насколько там сейчас какая-то история Ходит вообще в театр? Насколько популярно это? Настолько Я знаю В Кутаиси, кстати Неплохо идут сейчас дела Хотя Не так часто, конечно Идут спектакли Но, тем не менее У них очень много премьеры У них прошла премьера Риголето Это опера Джузеппе Верди Потрясающая Очень сложная Опера И, тем не менее Они сделали эту постановку Дуэтов, кстати Успешно прошел Постановка Композитора Сергея Рахманинова Опера Олеко И там Потрясающий музыкант Художественный руководитель Ирина Ломинадзе Которая делает все Невозможное Чтобы Все Все это шло И жила В этом городе У нас, поскольку На русском передаче Ее смотрят Во всяком случае В интернете В разных странах Давайте немножко Порекламируем Вы сейчас были В Белийском оперном театре Буквально вчера Вчера, да На спектакле Как вам, во-первых Новый обновленный Театр оперный И уже Тбилисская столичная Постановка Которую вы смотрели Поздавем туристов Кстати Главную героиню Пела Из Кутаиси Моя Когда-то была Это моя первая ученица Марика Мачитидзе Она была такая маленькая Когда пришла ко мне Я тогда преподавал До отъезда В Россию Я преподавал В музыкальном училище По приглашению Потрясающего музыканта Эни Ашсенидзе И она всегда поддерживала Талантливых людей И артистов И ее в том числе И меня И нас соединила Она И мне было безумно приятно Что я был на спектакле Моей первой ученицы Конечно Потом она училась У других Потому что я очень Быстро уехал Из страны И она продолжила Учиться У Медику Амиранашвили У Георгой Ломтадзе И так далее Но тем не менее Я Просто восхищался Ее исполнением Музыкальностью Тонкостью Пиано Потрясающе было И Спектакль Мне в целом Понравился Хороший был баритон Вообще Исполнители Молодцы Но Были какие-то Такие моменты Постановка Мне допустим Мне очень понравилась Мы сказали Что мы рекламируем Грузию Да Я напомню Но постановка Я бы хотел Что-то другое Потому что В столичном театре Должна быть Другая постановка Кстати Вы поскольку В разных странах Работаете В Америке В России В Европе Вы тоже выступали Я насколько знаю Как к грузинским Артистам В этих странах Относятся Как принимают По-разному Принимают Их всегда И везде Хорошо А в Америке Вообще Нельзя Чтобы вообще Как-то плохо Принимали Потому что Эту страну Создавали Эмигранты И они Это прекрасно Помнят И Во время Выборов Кстати Очень часто Этим Как бы На этом Опирались Во всяком случае Та сторона Которая Не победила Что Америка Действительно Это страна Эмигрантов И Эту страну Сделали Эти люди Поэтому Те талантливые Люди Которые Проезжают Из Штатов Америки Конечно Их принимают Потрясающие Грузины В том числе Мне когда-то В 2008 году Просто Америка Можно сказать Что подарила Гринкарту Как Экстра Ординари То есть Как экстраординар Да И Так Многим Многим Людям Америка Открывает Свои Пространства И дает Возможность Для Большого Старта Я На себя Это Испытал 17 лет Пожив Россию Уехав В Соединенных Штатах Америки Конечно Без России Я унес Огромный Багаж Но За два Года Я сделал Колоссальные Вещи В этой Стране Это конечно Страна Больших Возможностей И Действительно В этой стране Исполняется Американское Мечто Очень Хорошее Дело Вы Делаете И так Это звучит Что Ваш Фонд И организация Культуры Объединяет Страны Которые По разным Причинам Мы Не занимаемся Политиками Объединяем Народы Потому что У нас Девиз Даже Есть В фонде От культуры Мира К миру На планете Дай бог Чтобы так И было Спасибо За Интервью Спасибо За приглашение Продолжение следует